Идет лиса по лесу, все ищет, ищет, чем бы ей поживиться. Тут видит нора. Ну, лиса присела рядом с этой норой и начала прислушиваться, что же там происходит. Вдруг из норы доносится, ку-ка-ре-ку! Лиса такая обрадовалась и прыгнула в эту нору. А через несколько секунд оттуда начали доноситься крики, вопли, какая-то возня. В общем, лиса вылетает из этой норы, как пробка из бутылки, поджимает хвост и удаляется в лес. А следом за ней выходит волк, весь такой потрепанный, ну такой довольный. Выходит, садится рядом на пенек, закуривает сигарету и произносит «Эх, хорошо знать иностранный язык!» Приходит Айратик в публичный дом. Ну, ему дают барышень разных на выбор и говорят «Тариф 100 долларов». Он такой посмотрел, подходит к одной и говорит «Даю тебе 200, но только будем по-татарски». Она такая подумала «Да ну, извращенец какой-то!» Ну и отказалась. Ну и так он еще к нескольким подошел, потом подходит к последней и говорит «Даю тебе 500 долларов, но только будем по-татарски». Она такая подумала «Жизни много повидала, конечно». «А ты не убьешь?» спрашивает. «Да нет, конечно, ты что?» «Ну ладно, — говорит тогда, пошли». Ну, в общем, ушли они, потом через некоторое время вернулись. Айратик пошел домой, а всех барышней подбежали к той, которая согласилась и спрашивает. «Ну как это? Как это по-татарски? Расскажи нам!» «Да хрен его знает! Вроде все как обычно. Вот только деньги сказал, позже занесет». Маленький еврейский мальчик Яша пришел на рынок с большой такой стеклянной банкой. Ну и подошел к мужику, который медом торгует и своим таким картавым голосом говорит «Здравствуйте, дядя Миша! Папа мне сказал медку купить!» Продавец ему «Ну здравствуй, здравствуй, Яша! Давай сюда банку, налью тебе свеженького!» Наливает ему целую банку меда, отдает и говорит «Яша, давай сюда денежки, а баночку неси аккуратненько!» Яша ему «А папа сказал, деньги с гавтра!» Продавец «А ну! Знаю я вас этих евреев! Давай банку обратно! Завтра!» Ну Яша отдал ему банку, тот вылил весь мед себе обратно в бочку, отдает Яше банку и говорит «Без денег чтоб не приходил!» Ну Яша зашел за угол с этой банкой, достал из кармана кусочек хлебушка и начал внутри там вымазывать все. И такой произносит «А папа Билл бхав! На бутербродик-то хватило!» Разговаривают американка, француженка и русская. Делятся впечатлениями, как у них проходят первые дни после свадьбы. Американка говорит «Я своему Биллу сказала, что стирать я не собираюсь, день его не вижу, два не вижу, на третий день приносят мне стиральную машину». Француженка говорит «А я своему Жульену сказала, что мыть посуду я не собираюсь, день не вижу, два не вижу, а на третий день приносят мне посудомоечную машину». Русская говорит, а я своему Ивану заявила, что не стирать, не мыть посуду, я не собираюсь. Ну, день не вижу, два не вижу. Ну, на третий день левый глаз так немножко приоткрылся. Приходит фермер к доктору и говорит, доктор, я не понимаю, с моей женой что-то происходит. Она все время плачет, у нее какая-то депрессия постоянно. Доктор у него спрашивает, любезный, скажите, а как давно вы вообще дружили со своей женой? Ой, доктор, да все как-то не до этого, времени катастрофически не хватает, работы много. Любезный, ну так ведь нельзя, нужно обязательно выделять время своей жене. Вот ваша работа далеко от дома? Да нет, километра два где-то. Делайте так, любезный, берете ружо, выстреливаете вверх, и тогда ваша жена будет знать, что вы ее зовете. Гениально, доктор, гениально! В общем, проходит месяц, этот фермер приходит к врачу, весь сам в депрессии, в слезах. И доктор у него спрашивает, любезный, что случилось? Неужели вам не помог мой совет? Помог, доктор, помог. Жена была очень довольна, у нас было все замечательно. А потом начался охотничий сезон, и больше я ее не видел. Ночь. Деревня. Сидит парень с девушкой и любуется на звездное небо. Молчат. Парень решил прервать молчание. Такой говорит, Ты видишь, вон ту вот звезду? Она такая, да, вижу. Это говорит ты. Она такая, вау. А видишь, вон ту звезду? Она такая, да, вижу. Это я. А видишь, вот там вот звезда, одна на другой. Она такая, с волнением, начинает двигаться ближе к нему, и говорит, Да, вижу. Он такой, мечтая, ей говорит, А это я на мопеде. Вышла молодая девушка, замуж за старика. Ну, дошло время до ночных игр. Дед ей говорит, Я уже давно не мальчик, Так что, милая, давай-ка, поднимай мне его сама. Ну, девке, куда деваться? Берет его, значит, за эту самую штуковину, И давай ему там расшевеливать. Час расшевеливала, два расшевеливала, Уже вся в мыле, А у деда никак не поднимается. Она уже говорит, Все, дед, не могу я больше. Руки отваливаются. Дед на нее так удивленно смотрит и говорит, Да ты что ж, дура, Замуж ты с больными руками вышла. Жена мужу. Ты вчера напился. Да, я сегодня это отчетливо понимаю. Скандал будет? Она такая, Нет, не будет. Вчера был скандал. Да? А что было-то вчера? Ну, вкратце расскажи, А то я не очень вспомню все. Я тебе вчера начала говорить О культуре распития алкогольных напитков. Довольно таких резких выражениях. Да? А я тебе что? А ты молча сидел слушал, А потом такой говоришь мне, Милая, Я второй раз женат. И чувствую, Что по твоей манере разговора Женат не в последний раз. Да? А ты мне что сказала на это? А что я? Я заткнулась. Вернулась жена из Парижа. Ну и конечно же, Всем своим родным она купила какие-то подарки. И начинает их вручать. Дочери она такая дает джинсы такие красивые, Все в стразах. Сыну она привезла такой футбольный мяч С автографами французской сборной. А муж говорит, Дорогой, У меня для тебя вечером будет один сюрприз. Я себе купила эропояс. Грация называется. Ну муж такой в предвкушении Весь дождался вечера. Сидит значит такой в спальне ждет. Заходит жена. Распахивает халатик. Муж теряет сознание и падает. Жена в панике вызывает скорую. Приезжает такой молодой доктор. Осматривает мужа. Говорит, печальная картина. У вашего мужа инсульт. Это знаете, Вот у него видимо какой-то был стресс. Давление подскочило и сосуд в мозгу лопнул. Она такая, Ну какой же стресс? Я ведь ему только грацию показала. Доктор такой, Что это? Позвольте мне тоже посмотреть. Ну, Жена такая распахивает халат. И доктор падает рядом с мужем. Жена еще в большей панике вызывает еще одну скорую уже для доктора. Ну, Приезжает, значит, Такой старенький профессор. Заходит такой, Одного осмотрел, Второго осмотрел. Говорит, Говорит, ну слушайте, У вашего мужа инсульт. У моего коллеги инфаркт. И у обоих ужас на лице. Что здесь произошло? Доктор, Так, ну, Ничего такого не произошло. Я сначала мужу грацию показала, А потом ваш коллега попросил. Я ему тоже показала. Доктор такой, А что такое грация? Ну, Это элемент такой, Эраэлемент в белье. Доктор такой, Послушай, Доченька, А можно мне тоже посмотреть-то? Я думаю, Что я же уже старый, У меня ничего не работает. Раз уж у молодых такая реакция, Может, у меня что-нибудь зашевелится. Ну, Жена такая мялась-мялась, Открывает халат свой. У доктора очки поднялись на лоб. Глаза увеличились, Но он взял себя в руки И такой говорит, Доченька, Милая, Этими прищепками нужно чулочки пристегивать, А не губы свои растягивать. Влюбился такой образованный, Стройный, Высокий, Белокурый, Сын олигархов, В девочку Чукчу. И решил на ней жениться. Родители его просто в шоке. Отец на грани инсульта, Мать в ауте. А он уперся, И ни в какую. Ну, Что им пришлось поделать? Только смириться. В общем, Идет свадьба. Тамада объявляет И дает слово родичам невесты. Встает первым дядя невесты И говорит, Однако дарю свои племяшки Тысячу оленей. Потом встает кузен. Однако дарю своей сестренке и зятю По сто собольных шкур. Каждому. Потом встают отец и мать. Дарю молодым серебряный рудник. Потом встает дед. Хочу подарить своим будущим правнукам Алмазную россыпь И документы на нее. Родители олигархи такие, Тихо между собой. А девочка-то, Девочка-то ничего. На казашку похоже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин